я думаю это обо всем говорит или нет что никаких противоречий не было и нет коллеги один короткий комментарий мы не согласны с этим решением а мы не комментируем его это гильерва писатель и вас вообще было ли смысл этого мероприятия потому что вы сказали что нет противоречий еще и вчера интервью выходила и сказали что никаких контактов не было это какой смысл вообще сюда было приезжать и раздувать все это до уровня такого скандала есть же очень умные люди которые нет не было никаких до официальных заявлений достали из видео поэтому сюда прием выборишь тренировки 13 тут меня переносли всего доброго помочь и цска спартак вот так плавая походе с вами мы сегодня заслушали и федотова владимир по двум эпизодом заслушали сегодня и обоскали по этому эпизоду что касается федотова мы рассматривали его действия в соответствии с частью 6 статьи 94 это оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении игрока и в отношении официального лица клуба соперника действительно в общем то мы посмотрели видеозапись и не отрицал что были сказаны подобные слова и отрицать здесь не имел никакого смысла поскольку на видеозаписи все хорошо слышно что касается тренера спартака обоскали мы рассматривали это дело его поведение с точки зрения первое это не спортивного поведения и второе с точки зрения провокационных действий и заседание мы сегодня установили что действия обоскали в данном случае они создавали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе вы же видели да на видеозаписи о том что он и своей технической зоны в такой скажем так в агрессивной манере пришел в техническую зону футбольного клуба цска да он произносил слова мы установили какие слова все не произносил по английски говорил но это все происходило совсем близко с трибуны вы знаете что на стадионе цска трибун расположен очень близко к технической зоне и мы на видеозаписи сегодня видели что на трибуне были тоже волнение и зрители стали скапливаться возле этого эпизода были дополнительные силы стюардов которые стояли на трибуне и не позволяли зрителям спуститься вниз там зрители высказывали какие-то тоже свои слова из со стороны скамейки цска уже были с федотом сказаны определенные слова и служба безопасности спартака в общем то там скажем так предотвратила некий конфликт и мы установили что водитель службы безопасности и мы от него письмо получили о том что подошел к тренеру абаскали и увел его по трибунное помещение в общем то на виде это тоже было все видно вот с этой точки точки зрения мы смотрели поведение абаскали именно с точки зрения и спортивного поведения и с точки зрения провокационных действий и по данному эпизоду да я еще хочу сказать что по эпизоду с пруцевым мы обратили внимание на то что резервный судья стоял рядом с этим эпизодом и он обязан был слышать слова федотова но в своем рапорте написал что он не слышал эти слова хотя стоял совершенно рядом и мог сообщить главному арбитру об оскорбительном поведении главного тренера федотова поэтому наказание следующее за оскорбительное поведение в отношении официальных официального лица клуба и игрока соперника который выразился в использовании ненормативной лексики оскорбительных выражений кбк дисквалифицировал главного тренера цеска федотова на два матча чемпионата россии из которых один матч реально считать один матч условным и оштрафовал на 50 тысяч рублей для главного тренера федотова установлен испытательный срок до конца сезона 22 23 что касается об аскале то за неспортивное поведение и провокационные действия официального лица клуба создающий угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе кбк дисквалифицировал главного тренера спартака об аскале на один матч чемпионата россии и оштрафовал его на 50 тысяч рублей кбк также обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функциональных обязанностей резервом судью матча америна далее я бы хотел вам сказать о том что заседание и тренер федотов и тренер об аскале они сидели друг напротив друга более того они до заседания значит находились здесь коридоре и и об аскале и федотов сказал что они считают конфликт исчерпан и не имеют друг друга никаких претензий мы это тоже приняли во внимание вот и поэтому такое решение есть много людей которые не согласны с решением кдк поскольку тренера были живые эмоции а мы все-таки стараемся и хотим сделать видеть видеть футбол живым вот несколько смысл сейчас задуматься о изменении например дисциплинарного регламента чтобы не наказывать людей за живые эмоции вы знаете что эмоции конечно есть это футбол это игра это все понятно но эмоции не должны переходить границы и оскорбление и и спортивное поведение или провокационные действия не должны сопутствовать этим эмоции иначе вы знаете мы так далеко можно с вами зайти